Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь у нас пойдет о диаграммах. В первой половине занятия мы с вами разберем простейшие диаграммы, в конце мы разберем диаграммы, которые будут интересны всем. Так что оставайтесь, досматривайте, будет весело. Итак, первая диаграмма, которую мы сегодня разберем, эта диаграмма называется круговая. Круговая диаграмма строится в тех случаях, когда нам необходимо показать процент того или иного показателя. В данном случае у нас есть название улиц, 5 улиц, и, соответственно, количество жильцов, которые на них проживают. Не рекомендуется использовать больше 5 показателей в данной диаграмме, потому что наглядность ее с каждым последующим пунктом будет значительно падать. То есть мы выделяем данные, заходим в вставка, диаграммы, и выбираем круговую диаграмму. Круговая диаграмма состоит из следующих элементов. Название диаграммы, область построения диаграммы, и так называемые легенды. Для удобства давайте перенесем диаграмму на новый лист, чтобы было наиболее наглядно. То есть выбираем переместить диаграмму на отдельный лист, нажимаем ОК. У нас добавляется отдельный лист, который мы можем спокойно ее форматировать. Первое, что необходимо сделать в стандартной диаграмме, это перенести значение легенды в левую сторону, потому что книги мы читаем с вами слева направо, соответственно, когда у нас легенда находится слева, нам ее удобнее воспринимать. То есть нажимаем слева. Также есть шрифт, наиболее удобно читабельный, называется он Century Gothic, его рекомендует сам Microsoft. Можно воспользоваться им, сделать полужирным, и немного увеличить текст для легенды. Далее также можем использовать тот же самый текст для названия диаграммы, количество жильцов. Значение было взято из ячейки B1. То есть если мы здесь изменим, оно, соответственно, поменяется там, что очень удобно. Отлично. Теперь давайте разберемся по цветам. Сейчас у нас по умолчанию имеются следующие цвета. Чтобы их изменить, нам необходимо зайти в стиль диаграммы. И здесь можно выбрать один из приведенных ниже примеров. Например, такой. Единственный минус данного форматирования, то что все, что мы с вами отформатировали, до этого у нас будет слетать. Поэтому мы можем пользоваться другими инструментами. Например, как во вкладке «Формат с заливкой». То есть мы можем выделить один из элементов. Для этого нам необходимо дважды по нему щелкнуть левой клавишей мыши, зайти в заливку фигуры и выбрать соответствующий цвет, какой нам необходим. Также мы можем пойти дальше по палитре и немного уменьшать, уменьшать и уменьшать. Тем самым мы сделаем монотонную заливку нашей диаграммы. Также мы можем использовать нестандартные цвета, которые будут отличать нас от людей, которые составляют диаграмму. Потому что все цвета, которые мы используем, у нас находятся в стандартной палитре. Для того, чтобы использовать нестандартные цвета, нам необходимо зайти на сайт и написать в поиске таблицы безопасных цветов «Цветов Артемия Лебедева». Да, и мы попадем с вами на таблицу безопасных цветов. Отсюда мы можем взять, соответственно, спокойно значение для каждого из цветов. Обратите внимание, что мы берем значение в формате RGB. То есть, как у нас переводится RGB, это, получается, red красный, потом green зеленый и, соответственно, blue это синий. Получается, то есть, значение каждого из цветов определяется от 0 до 255. То есть, если у нас первое значение 255, это значит доля красного в этом цвете 255, доля зеленого 255 и, соответственно, доля синего 102. Получается 255, 0, 0 у нас будет чисто красный. Да? Поэтому мы выделяем диаграмму, точнее ее сектор. Заходим в формат, выбираем заливка. Далее выбираем другие цвета заливки. Соответственно, здесь у нас есть возможность ввести наш показатель. То есть, 255, как я говорил, это будет красный, зеленый, это чисто зеленый, и синий, это чисто синий. Нам необходимо использовать нестандартные цвета, поэтому мы будем пользоваться 255, 51, 255. То есть, мы сюда вводим 255. У нас тем самым получится фиолетовый, такой розовый. Отлично. То есть, этот цвет сразу будет выделяться в этой диаграмме, да? Соответственно, ваши диаграммы будут отличаться от всех других, которые задают руководителю, клиенту или другим лицам, которые принимают решение. Также можно использовать цвета, допустим, 204, 204. 204 тоже очень популярный, компания Apple часто его использует. 204, 204, 204. По сути, мы можем сюда вогнать любой цвет, да, и в дальнейшем его использовать. Если вы хотите, допустим, загрузить какие-то определенные корпоративные цвета компании, вам необходимо зайти в вкладку «Разметка страницы», «Цвета». И здесь можно просто взять и настроить цвета. Имя, допустим, моя личная. Вот, и, соответственно, первое, это у нас соответствует верхней шкале. Давайте мы здесь поменяем другие цвета заливки. 255, 51, 255. Окей, сохраним. И теперь давайте попробуем ее найти. Вот видите, моя личная цветовая схема. И вот мы, соответственно, пошли. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть вот эти шесть цветов соответствуют в разметке страницы. Вот этим шести цветов. А первые четыре, это, соответственно, градиенты светлого и темного. То есть это очень удобно, когда вы создаете новую книгу, ее можно использовать. И также здесь еще необходимо сказать о метках данных. Метки данных у нас для круговой диаграммы в основном используется выноска данных. Да, потому что она более наглядная. И если мы еще добавим сюда небольшое оформление, допустим, такое, как сентуриготик, сделаем заливку и, допустим, сделаем, давайте сделаем белый цвет на темном фоне. Это будет прям очень круто. Сразу понятно, да, какая улица с каким населением проживает. То есть видно, что абрикосовый у нас имеет самые большие показатели. Да, соответственно, если у нас есть выноска данных, легенда нам уже не нужна. Поэтому мы просто берем и нажимаем Backspace. Да, у нас удаляется легенда. И остается вот такая диаграмма. Теперь, ставшая популярна у нас лайк-рублика, вам необходимо поставить данное видео на паузу, написать комментарий с одним из этих ключевых слов, диаграмму в Excel, как создать диаграмму в Excel и круговая диаграмма в Excel. И мы идем далее. Теперь мы с вами разберем кольцевую диаграмму и ее разновидности. Для этого давайте мы... Итак, далее давайте построим теперь кольцевую диаграмму. Для этого мы заходим в ставку диаграммы, кольцевая диаграмма. Название диаграммы нам необходимо поставить количество за лицом. Для этого мы ставим курсор в меню формул. Выделяем ячейку и нажимаем Enter. Далее мы выбираем шрифт, который мы уже определили. И выбираем цвет. Цвет можно взять, допустим, какой-нибудь темно-синий, полужирный. И сделаем его побольше. Отлично. Давайте тогда воспользуемся лучшей таблицей безопасных цветов. И выберем отсюда, допустим, 102, 0, 204. Так, 102, 0, 204. Мы заходим в другие цвета заливки. Выбираем 102, 0, 204. Так там он выглядел немного по-другому. Отлично. Теперь нам здесь необходимо показать количество процентов для абрикосового улицы. Легенду мы убираем. И здесь, соответственно, высветляем данную область, которая нам не нужна. То есть это на улице Виноградной. Заходим в формат. Выбираем заливку фигуры. И выбираем наш серый, который мы использовали ранее. Теперь нам необходимо показать более наглядно область диаграммы, которая нам нужна. Давайте будем пользоваться синим цветом, который мы импортировали. Отлично. Также мы можем вставить сюда показатели процентов. Для этого мы заходим в вставка. Выбираем текст. Выбираем надпись. И указываем место, где у нас будет находиться данная надпись. Отлично. В строке формул мы пишем равно. И указываем ячейку, из которой будет собраться значение. Далее. Нам необходимо поместить наше значение по центру. Увеличить его размер. Сделать его полужирным. Сделать его полужирным. Сделать его соответствующим цветом, который мы с вами договорились использовать. И также поменять его положение внутри диаграммы. Отлично. Теперь при изменении значения в этой ячейке, допустим, на 35, значения на графике также будут меняться. Для того, чтобы отформатировать нашу диаграмму, допустим, мы можем, чтобы количество процентов у нас начиналось не с нуля, допустим, с 90. То есть, вот эта область показывалась в нижней части. Для этого мы правой клавишей нажимаем по диаграмме, выбираем формат ряда данных. И у нас есть возможность угол поворота задать. То есть, если мы зададим 90, соответственно, она у нас начнется с 90. Если 180, то со 180. И если 270, то, соответственно, в левую часть. То есть, здесь именно формат восприятия, кому как удобно воспринимать данную информацию. Далее мы также можем вынести данный сегмент. Да, в данном случае это не очень актуально. И, соответственно, увеличить уменьшить диаметр внутри. То есть, по умолчанию лучше оставить 75. Давайте создадим дубликат листа и еще раз поэкспериментируем с форматом. То есть, мы выбираем формат ряда данных. Далее выбираем заливку. После выбираем ширину заливки, допустим, 14. Выбираем цвет заливки. Тот же самый, что мы с вами выбирали. Видите, он стал более шире. И также мы можем выбрать формат отображения. То есть, если мы сейчас зададим значение 75, мы увидим, как у нас превратилась в такую шестеренку. Соответственно, также мы можем и изменить формат отображения. То есть, как это сделать? Мы заходим, выбираем скругленные. Да, и у нас они становятся более круглые. То есть, вариаций составления данной диаграммы практически неограниченное количество. Именно поэтому я показал самые основные. На этом мы заканчиваем наше сегодняшнее занятие. Оставьте комментарий с ключевыми словами диаграмму в Excel, как создать диаграмму в Excel, круговая диаграмма в Excel. До следующей среды. Спасибо за внимание. Пока! Продолжение следует...